В городе Светлогорске, там котов тоже достаточно, как-то неудивительно, доклад мой сегодня будет посвящен совершенно другой тематике, а именно марковской и немарковской динамике в многоканальных квантовых системах. Доклад, о котором пойдет речь, был сделан Ильей Синайским, он работает в университете Квазулу-Наталу, это в ЮАР, они занимаются исследованием открытых квантовых систем, и на конференции был представлен некоторый конечный результат. Когда я готовилась к докладу, я решила этот результат немного расширить, чтобы попытаться понять, откуда он взялся и почему он именно такой. Доклад будет в основном по вот этим опубликованным им недавно статьям. А я не запустила демонстрацию экрана, по-моему. Демонстрация должна появиться. Нет? Вот, теперь появилась. Теперь появилась. Замечательно. Доклад будет по вот этим двум статьям, которые я вынесла на титульный слайд. Хорошо. Теперь должен был переключиться следующий слайд. Ну, план доклада будет следующий. Так как мы говорим о марковских и немарковских процессах, начать я бы хотела с их определения в классическом и в квантовом случаях, потому что эти определения, вообще говоря, будут различаться. Потом я бы хотела непосредственно перейти к описанию динамики открытых квантовых систем и рассмотреть два случая. Мы можем квантовую систему описывать как квантовый канал, и некоторые системы мы можем представлять как суммы двух каналов. И вот я рассмотрю два случая, когда два канала будут марковскими, и что в этом случае произойдет с динамикой системы в целом, и когда оба канала, на которые мы делим систему, будут немарковскими, и что произойдет в данном случае. Ну и в конце, если успею, я покажу результат, который был представлен на конференции. Вот они такие системы, описывающиеся квантовыми каналами, моделировали на квантовом компьютере IPM. Как я сказала, начну с определений. Ну, в классике определение марковского процесса нам всем известно и понятно. Марковский процесс — это случайный процесс, для которого вероятность найти систему в состоянии ХН в момент времени ТН зависит лишь от вероятности того, что система в момент времени ТН-1 находилась в состоянии ХН-1. Ну, иными словами, можно сказать, что будущая система, у нас зависит от прошлого через настоящее. Это определение марковского процесса в классике. Соответственно, от немарковским процесса мы понимаем те случаи, когда будущая система у нас зависит от прошлого. Ну и тоже так, другими словами, немножко можно сказать, когда из окружающей среды в систему поступает обратная информация и влияет на наше квантовое состояние. Если мы говорим о марковских и немарковских процессах в квантовом случае, то в силу ряда причин, ну, например, связанных с измерениями, которые мы проводим, мы не можем провести полную аналогию с классической системой, и нам надо марковский процесс понимать как-то по-другому. Одно из определений, ну, есть несколько подходов к понятию немарковости, вот одно из определений, которым мы будем пользоваться, оно говорит о том, что если у нас есть некоторое преобразование лямбда, зависящее от двух времен, t и t с ноликом, которое развивает нашу квантовую систему, и мы называем такое преобразование квантовым каналом, то есть преобразование лямбда, t с ноликом, оно является вполне положительным, сохраняющим след преобразования, то в таком случае процесс, описывающийся этим преобразованием, мы называем марковским, если мы можем его представить в виде произведения, ну, двух квантовых, двух таких преобразований, которые также являются квантовыми каналами, ну, вот, и мы можем записать такое разложение для любых двух произвольных моментов времени. То есть это так называемая вполне, критерий вполне положительной делимости, и мы будем пользоваться этим определением, когда говорим о марковости. все, что не вписывается в это определение, все другие отклонения, мы будем говорить, если мы будем наблять какие-то отклонения от этого определения, мы будем говорить о немарковских процессах. У кого-то вопрос? Лиза, ой, Саша, еще раз скажите, пожалуйста, лямбда, это что такое? Вот все-таки с точки, ну, какой-нибудь пример? Ну, лямбда, это какое-то динамическое преобразование, развитие системы. Не знаю, ну, вот я буду говорить о фотонах, о поляризационных системах фотона, но, в принципе, ну, наверное, если мы в канал, по оптоволокну отправим наш фотон, если он, например, обладал определенной поляризацией, то поляризация начнет как-то меняться вот под действием некоторого процесса, который мы будем называть лямбда-тета с ноликом. В принципе, это может быть любое преобразование с квантовой системой. Функция эволюции. Да, эволюция. Временной эволюции. Временная эволюция, все верно. Спасибо. У меня тоже есть процесс, вопрос. Дело в том, что любое квантовое развитие полной системы, она вот разбивается таким образом. Волновую функцию развели от начала до момента С, потом от момента С до Т, и вполне себе оператор эволюции развивает, разбивается. Значит, что же здесь... Волновую функцию развели от начала до момента С, но не факт, что вот эти вот новые операторы, они оба будут вполне положительными. Почему? Почему? Оператор эволюции видят, если говорить о волновой функции, это вполне разбивается всегда для полной системы. Разрезали оператор эволюции. Тут что-то дополнительное. Статных преобразований для закрытой системы – да, а вот для открытой вроде как мы не всегда можем поставить такое преобразование для открытой квантовой системы. А, то есть лечь идет описание таким способом именно под системой, да? Что-то же самое. Видимо, так, да? Спасибо. Вот. Но само это определение, скажем так, вызывает у людей много вопросов. Не все с этим определением марковости согласны, как я уже упоминала. Вводят некоторые другие определения. Ну, например, там есть работы, в которых понятие марковости водится по как бы сказать простыми словами. Ну, в общем, если мы посылаем два каких-то состояния в квантовый канал, а потом смотрим на их различимость, то, например, в марковском случае эта различимость между двумя состояниями во времени она должна уменьшаться. Состояния после канала должны быть неразличимы в идеальном случае. А в том случае, если процесс не марковский, если у нас в процессе эволюции из окружающей среды пришла какая-то информация обратно в систему, то вот различимость этих состояний она будет в какой-то момент времени возрастать. Ну, и мы тогда говорим о немарковском процессе. те, кто против определения вполне положительной делимости, те, кто против этого определения продвигают другое. Ну, вот в последней работе данной ссылке я нашла такие слова, что в принципе определение вполне положительной делимости для определения марковости оно является необходимым, но оно может не являться достаточным. Тем не менее, мы в данной работе будем придерживаться вот такого определения. Что же мы будем рассматривать? Если мы если мы рассматриваем развитие квантовой системы как квантовый канал, то в определенных случаях мы можем рассматривать систему не только целиком как квантовый канал, а представить ее в виде суммы двух квантовых каналов с какими-то весами. И вот мы сосредоточимся как на теоретическом, так и на практической реализации таких ситуаций и рассмотрим два основных случая. Если каналы, на которые мы разбиваем систему, будут описываться марковским образом, проверять марковскую динамику, то в целом мы покажем, что могут быть такие случаи, когда в целом такая система ведет себя не марковским образом. И рассмотрим также второй вариант, когда каналы, составляющие системы по отдельности являются не марковскими, но опять же иногда возможны ситуации, когда система в целом будет вести себя марковским образом. В теории можно сделать все, что угодно, что не противоречит здравому смыслу, но чтобы, скажем так, мы рассмотрим как теорическое описание и подкрепим экспериментом, который был предложен авторами. И я перейду к схеме эксперимента, как и проясню, как будут моделироваться квантовые каналы. Начну со схемы. У нас на входе схемы непрерывная накачка на длину волны 405 нанометров. Мы посылаем излучение вертикально поляризованное на нелинейный кристалл. В нелинейном кристалле в процессе спонтанно-параметрического растения рождаются два фотона с длиной волны 810 нанометров с горизонтальной поляризацией, так как это спонтанное параметрическое рассеяние первого типа. Один из фотонов, родившихся в кристалле, у нас сигнальный, то есть он служит только для того, чтобы информировать нас о том, что во второе плечо системы у нас ушел ровно один фотон. То есть мы генерируем бифотонное состояние, один фотон сигнальный, со вторым мы работаем. То есть посылаем во второе плечо однопотонное состояние. Так как накачка у нас непрерывная, и хоть процесс СПР с достаточно малой вероятностью, но тем не менее за какой-то определенный промежуток времени у нас может в схему влетать не только один фотон, но и несколько. Такие ситуации мы хотим отсечь, поэтому дополнительно ставим еще на входе схемы ND-фильтр. Что мы делаем с... Демонстрация экрана прекратилась? Экран виден. Но, Саша, поясните, пожалуйста, что такое ND-фильтр? Что это значит? А ND-фильтр, ну, какая-то маленькая стекляшка, которая понижает мощность излучения, то есть отсекает часть фотонов. Ну, тогда получается, что определение события по другому фотону теряет смысл. В верхнем плече фотон прилетел, счетчик сработал, а внизу поглощено вот этим серым фильтром. Это годится? Ну, в принципе, да, у нас может такое быть, что в верхнем канале все щелкнуло, а детектор щелкнул, а во втором канале он поглотился. В принципе, да. Такая ситуация возможна. Тогда непонятно вообще, зачем нам было это двухфотонное состояние скоррелированное? Потому что суть корреляции в том, чтобы мы знали, что во втором канале ровно один фотон? Угу. Ну, так. А могу ли я сказать так, что однофотонных источников у нас, хороших однофотонных источников нет? И этим, таким образом мы пытаемся обойти эту проблему. Нет, вы создали ровно такой однофотонный источник в том оповещении. Я предполагаю, что ваш НД-фильтр, скорее всего, должен понижать как-то темновые отчеты. Я, в общем, предполагаю. Но, может быть, экспериментаторы скажут лучше? Ну, может быть. Вот про этот НД-фильтр были сказаны только такие слова, что он ставится для того, чтобы у нас в схему точно прилетел один фотон, а не несколько. Что он для этого нужен? То есть нам нужно именно однофотонное состояние. Ну, у нас несколько. Скорости генерации. Надо за отчетом. Если кто-то из экспериментаторов мне может сейчас помочь, если это принципиальный вопрос. Ну, а может ли такое гипотически быть, что мы, грубо говоря, ставим фильтр, который вот 50% пропускает? И, соответственно, да, у нас есть ситуация, когда сработало верхнее оповещение, но в нижний канал ничего не полетело. Но, с другой стороны, мы точно защищены от ситуации, когда у нас в нижний канал улетает два фотона. Это просто дополнительная перестраховка, по сути, и все. Нет, эта ситуация как-то мне непонятна, потому что тогда вообще бессмысленно делать бифотонное поле, а надо было бы брать просто слабый когерентный сигнал и понижать его интенсивность. Да, но слабым когерентным сигналом можно получить два фотона, скажем. Я и говорю, что слабый когерентный сигнал, если вы понижаете его интенсивность, вы тогда получите то же самое. Без оповещения эта схема не должна работать. Саша, давайте дальше ответить на этот вопрос. В общем, что происходит дальше? Мы имеем один фотон на входе в схему. Мы можем с помощью этого фотона закодировать поляризационный убит и отправить его дальше в схему на светоделитель. На светоделителе у нас фотон может либо пройти в канал... А что значит закодировать, извините? Что значит закодировать? Ну, если у нас на входе состояние фотона с горизонтальной поляризацией, мы поворотом пластинок можем выбрать определенный базис, то есть выбрать, повернуть поляризацию фотона, выбрать определенный базис, в котором состояние нашего фотона будет описывать состояние кубита. Ответила ли я на вопрос? Спасибо. Саша, вы же делали фактически такую же вещь экспериментально, насколько я знаю, в нашей лаборатории. Поэтому вы как-то так неуверенно про это рассказываете, а вы же это все руками сделали. Ну, я делала не совсем такую вещь, но в принципе, да, похожую. Тут действительно будет происходить томография процесса. По сути, это схема томографии процесса, но вот процесс, он будет таким вот хитрым. То есть весь процесс мы описываем как некоторый квантовый канал лямбда от Т большого, но тем не менее оба плеча в этом интерферометре мы по отдельности можем описать как отдельные квантовые каналы лямбда 1 и лямбда 2. В каналах у нас помещены полуволновые и четвертьволновые пластинки, которые, то есть в каждом канале мы подразумеваем, что мы можем еще осуществлять какой-то процесс. который мы реализуем с помощью вот как раз поворотов пластинок. На втором светоделителе у нас состояние из обоих каналов соединяется. И дальше у нас уже происходит, стоит система также полуволновых и четвертьволновых пластинок, светоделителей, которые позволяют провести томографию процесса. После того, как мы проводим томографию процесса, по полученным данным мы можем восстановить так называемую химатрицу, которая полностью будет описывать наш квантовый процесс. По этой химатрице мы можем восстановить матрицу ЧОЯ. Я позднее скажу, как она определяется и почему она нам удобна. Ну, здесь я только так, как маленькую заджавочку скажу. Если восстановленная матрица ЧОЯ получается положительность, то есть обладает положительными, минимальными собственными значениями, положительными или нулевыми, то тогда процесс мы будем описывать как Марковский, произошедший в канал. Но это я объясню чуть попозже. Пару слов по поводу томографии. Что тут такое делается? Делается на выходе, как мы проводим измерения. Что такое томография процесса? Мы кодируем кубит на входе схемы. Этот кубит проходит через, ну вот в данном случае, через нашу систему пластинок, которым мы задаем некий процесс. В этом процессе наше состояние кубита определенным образом изменяется. Допустим, мы не знаем, что здесь у нас происходит. Процесс какой-то определенный. Процесс какой-то нами не определенный. И состояние как-то изменилось. Мы знаем, что на входе, но не знаем, что на выходе. На выходе мы можем измерить наше состояние, но одного измерения нам при этом недостаточно. Так как, ну если на входе у нас кубит находится в суперпозиции горизонтального и вертикального состояния, то если мы на выходе схемы измерим потом в горизонтальном и вертикальном базисе, ну, как это объяснить? В диагональном базисе. У вас в выходной состоянии какая-то суперпозиция, да? В выходной состоянии, да, тоже суперпозиция. Она как-то поменяется при действии квантового канала. И мы не знаем, каким образом она поменяется. Но когда мы начнем измерять систему, чтобы восстановить информацию о состоянии, прошедшем систему, нам недостаточно будет одно измерение. Мы должны произвести серию измерений в разных базисах, набрать какую-то статистику и по этой статистике восстановить, как изменилось наше входное состояние в результате вот этого квантового процесса. У вас плоскость поляризации повернулась или что-то другое? Поясните, пожалуйста. У вас с какой-то ориентацией вошел свет. Вышел свет. Другой поляризации. Другой поляризации или что там еще? Можно пару слов? Ну, да. Зашел свет одной поляризации. В результате процесс поляризации света поменялось. Мы хотим узнать, как она поменялась. Вы хотите в лодовую функцию посмотреть, какая суперпозиция вот двух этих состояний? Да? Выходных вы хотите? Да. Александр Кириллович, значит, постановка задачи, она такая, что мы не знаем, что происходит в канале. Вот мы считаем, что зеленый квадратик – это что-то неизвестное для нас. Но мы знаем, что было на входе, и можем померить, что на выходе. И меняя состояние на входе и меняя базис выходных измерений, мы таким образом анализируем, что происходит в этом зеленом квадратике. Просто томография – это что, многократные измерения? Я просто хочу по-простому понять. Да, многократные измерения. В разных базисах. То есть у вас есть один базис, и в этом базисе вы делаете многократные измерения, так, да? Нет, в разных базисах, но многократные измерения. То есть вы делаете многократные измерения в самых разных базисах? Да, мы тем самым сканируем наше состояние, поворачивая базис. Все, спасибо. Вот так и и ипот. Да, отлично. Саша, у меня тоже здесь вопрос к вам такой. До этого вы нам говорили, что лямбда-1 и лямбда-2 – это будут два последовательных процесса. Я помню, что мы разбивали процесс на две части – до времени какого-то S и после времени S. А здесь они непоследовательные. Как нам с этим быть? Это не последовательные, а совместные процессы. То есть до этого было определение делимости. Ну, вернусь на этот слайд. У меня здесь как раз две формулы. преобразование лямбда T с T с ноликом задает в целом какой-то квантовый процесс. То есть мы этим квантовым процессом можем рассматривать, описывать как всю систему, так мы можем задать свои квантовые процессы для каждого из двух этих каналов, которые в случае в Марковском тоже будут подчиняться вот этому критерию делимости для двух времен. То есть это можно воспринимать как определение. определение квантового канала. То есть мы можем описать. Да, Александр Сергеевич. Вопрос. Можно? Вот нельзя ли это как-то переделать, да все. У нас очень много, очень понятных слов. В совокупности получается ли это характерно для стратегии этого направления? Когда они начинают все рассказывать. Мы еще измерения, измерим состояние. Замеряется значительная величина. Один раз. Если другой раз, значит будет другой раз в другом измерении. Не знаю ли это как-то свести? Все-таки более точной речи, как где не было бы нас, а была бы последовательность измерения определенных названных величин от определенных фиксированных физических систем, состоящее, которое, наверное, изменяется в результате взаимодействия с измерительной аппаратурой. Как бы это вроде бы здесь нарисовано, но после этого какие-то объяснения, которые, мне кажется, гораздо лучше было бы сопровождать немедленно по математическим учреждениям. Получен результат Х1. Система в новом состоянии. В каком, если знаем. И так далее. Ну, в общем, мне вот хотелось бы, потому что это соединение теоретических исследований с конкретным примером опыта в целом. Ну, конкретные примеры у меня будут. Дальше. Здесь я хотела, в принципе, описать схему, как она работает. Вот принцип совсем. Другое требуется найти и дальше. Как будто вы рассказываете просто непосредственные действия в лаборатории на физике теоретической физики в отношении данной физической системы. Ну, вставать получилось у меня. Ну, ничего не поделает. Ну, так устроено, потому что будет конкретнее. Ну, так и всякие раз. Вы говорите, мы потом снова измерим. Какой схема над эпи-системой? Это же свет, как правило. Как же измерить? Александр Сергеевич, согласно с вами, почетче надо было бы говорить про то, что такое процесс томографии. Конечно, вы его хорошо знаете, поэтому вы просто это выкинули из вашего рассказа, а лучше было бы это сказать. Саша, продолжайте. Да, я выключу на будущее. Вопрос, связанный с определением, что он остался с тем, что такое квантовый канал. То есть вернусь на предыдущий слайд. Ну, вот это, по сути, определение марковского процесса, что мы можем для любого квантового канала записать вот такое разложение. Мы рассматриваем систему, когда квантовый канал, в котором мы описываем всю систему, мы можем разложить на сумму двух других квантовых каналов. То есть, если я вернусь к этой схеме, у нас лямбда Т большое, квантовый канал, но при этом он состоит из квантового канала лямбда 1 и из квантового канала лямбда 2, их сумма. Каждая слагаемая в этой сумме, ну, в принципе, для каждого слагаемого мы можем записать вот такое разложение, если мы говорим о марковских процессах. То есть, само преобразование мы просто понимаем как сумму. Саша, это математическое определение, которое, очевидно, надо применять к матрице плотности. К матрице плотности надо применить две операции. И дана физическая картинка, где каналами являются пути в пространство. Не происходит ли здесь подмена понятия? Когда каналы, понимаемые как операции над матрицей плотности, они явно рассматриваются как просто два пути в пространстве. Это эквивалентно? Казалось бы, это не совсем то же самое? Или надо как-то обосновать, что это то же самое, что наличие вот этих путей в пространстве эквивалентно двум операциям над матрицей плотности. Вадим Вадимович, под квадратным каналом вообще подразумевается эволюция системы. Так что, в принципе, да, здесь распространение по определенному пути соответствует определенной эволюции, поэтому, в общем-то, это тождественные понятия, мне кажется. Но пути-то расходятся, совмещаются, и вот прямо так сказать... Ну, вот я такой пример приведу. Беру математическую формулу и говорю, одно из ито, ну, просто ито, устремляю к единице, а второй канал устраняю. Это эквивалентно? Да, перекрываем один канал. Это эквивалентно, потому что в этой схеме я рукой закрою, скажем, верхний путь или нижний. Эквивалентно? Да, они это и делают, кстати. Они такие случаи рассматривают. То есть они закрывают один канал, проводят томографию процесса, закрывают второй канал, проводят томографию процесса, а потом рассматривают два канала вместе, проводят томографию процесса и смотрят на то, что у них получается. Ну, вот как-то неочевидна эта эквивалентность, но вопрос тонкий, конечно. А второй момент, марковость-немарковость в бытовом смысле мы понимаем, как наличие в системе дополнительной инерции, ну, эхо в каком-то смысле, да, провели воздействие, оно возвращается через некоторое время. А здесь все происходит одновременно и никаких задержек не видно. И в каком же смысле здесь может возникнуть немарковость? Никакого пути, чтобы там возникли задержки, не видно. То есть вот как-то отрыв от распределяя обычного понимания марковости-немарковости. Ну, да, здесь действительно никаких задержек нет, но возможно поможет, если я перейду на следующий слайд. То есть мы можем придумать некоторый процесс лямбда под Т, задать его определенным образом, и этот процесс действительно у нас будет длительным во времени, но, к сожалению, в эксперименте мы не можем технически создать вот этот процесс. поэтому мы в данном случае будем моделировать такой процесс для каждого конкретного момента времени. то есть мы задаем мы сейчас рассматриваем случай, когда оба процесса, оба канала в нашей системе марковских. Задаем их следующим образом, где П от Т это получается вероятность того, что с течением времени состояние в нашей системе не изменится. Ведет себя вероятность таким образом. Извините, а что же это за время? Где оно в эксперименте присутствует? В эксперименте... Что нужно поменять, чтобы... Время эксперимента и время Т, которое здесь фигурирует, это разные времена. мы строим вот эту функцию вероятности П от Т и выбираем какой момент времени вот эту вероятность П от Т мы хотим рассмотреть. Например, время равное одной секунде, вероятность примерно 0,7 и вот эта вероятность 0,7 мы мы сопоставляем вот этому значению вероятности как бы А откуда вообще П от Т появилось вообще здесь? Вообще оно про что? это П от Т это вероятность того, что состояние системы в квантовом канале не изменится. то есть мы вот таким образом задаем квантовый канал то есть с вероятностью П от Т у нас состояние не изменится с вероятностью единицы минус П от Т у нас состояние в системе изменится. Ну лучше сказать вероятность того что нельзя же так с вероятностями говорить вероятность чего не изменится вероятность мера ожидаемого должны быть основания для ожиданий с последующей проверкой ожиданий что не изменится состояние квантовой системы в целом не изменится в результате воздействия махроскопическим прибором почему непонятные слова ужасно все привычно а послушать со стороны я ничего не понимаю в какой части не изменится вероятность 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 вероятности к будущему к тому что еще не наступило почему не изменится если произведены действенных систем вот такое молчание ужасное я пытаюсь понять как как это нужно точно понимать и произносить слух произносить точный смысл термина применительно данный задач как можно все чужое это понять и представить своего самому саша саша таки раз возник вероятности обсуждается какой-то случайный процесс что это за случайно это случайность наблюдения или в экспериментальную установку вносится что-то случайное дополнительно к тому что вы уже было рассказано ну давайте пока что забудем про нашу экспериментальную установку и просто посмотрим на определение квантового канала которое мы здесь задаем сигма появился можно еще какие-то сигма икс сигма икрик это матрица паули то есть так как мы говорим о поляризационном состоянии то есть у нас в таких каналах с течением времени будет меняться поляризационное состояние то есть если мы за счет каких процессов оно будет меняться за счет каких физических процессов поляризационное состояние в этом канале будет меняться что именно участвовать Какая-то дефазировка. Ну, если мы просто фотон в волокно отправим, определенной поляризацией, если волокно у нас не позволяет сохранять поляризацию, то поляризация при распространении фотона в волокне будет каким-то образом меняться. Вы до этого про волокно вообще не говорили? Не говорила, но это как пример квантового канала, который можно описать вот таким вот образом. Это повороты на 90 градусов, что ли, у вас с вероятностью происходят? Так а не только вот это сигма-х? Это что означает? Какие это повороты? Или это произвольный поворот? В данном случае получается, да, на 90 градусов. У вас что, только две поляризации могут распространяться? Я не понимаю тогда. Что значит вот это вот ваше преобразование единицы минус p? Почему она в такой форме записана? Каша, извините, но у вас вот в середине слайда справа написано число поворотов на такой-то угол. Таких кто-то крутит? Если крутит, то по какому закону? В эксперимент входит в кручение вот этих самых пластинок? В эксперимент входит. Ну так это же надо сказать. Да, да. То есть до сих пор ничего не было сказано? То есть что делает экспериментатор? Я не могу до этого дойти. Экспериментатор моделирует квантовый процесс, который, ну, например, описывается вот по такому закону. То есть это можно, ну, как некоторое определение понимать. Таша, вы нас вводите в заблуждение. Потому что сначала вы сказали, что та случайность, которая возникает, это следствие взаимодействия там с волокном или с какими-то третьими системами. Сейчас выясняется, что никаких этих третьих систем нету, а это сам экспериментатор что-то крутит. Давайте-ка рассказывайте эксперимент по-нормальному. В эксперименте у нас моделирование некоторого квантового процесса происходит. Моделирование. То есть это не, скажем так, определенным образом выставленные пластинки один раз, один раз, не описывают нам тот квантовый процесс, который мы хотим моделировать. Нам надо многократно произвести, подать состояние в систему, многократно повернуть пластинки. И только вот эти вот многократные результаты повторения могут нам смоделировать вот этот квантовый процесс. По какому закону? Значит, там присутствует генератор случайных чисел, экспериментатор на него смотрит и что-то крутит. По какому закону генератор случайных чисел работает? Ну, что про него можно сказать? Вот вы стоите в установке, вам надо... Вам сказали, крутите пластинки. Откуда вы возьмете на каждой попытке, как выставить пластинку? Я знаю, какой квантовый процесс я хочу моделировать в канале. Он происходит по такому закону, с вероятностью P от T. Я знаю, как ведет у меня вот эта вот вероятность P от T. И я говорю, что я хочу смоделировать вот этот процесс для конкретного времени T. Например, времени T 1 секунда. Я беру значение вероятности P от T, P от 1. Смотрю, чему оно равно. То есть с вероятностью вот это вот. Ну, тут примерно 0,7, наверное, для времени 1 секунда. То есть с вероятностью 0,7 у меня состояние... Вот в этот фиксированный момент времени не поменяется, а с вероятностью 0,3 у меня произойдет поворот в пазы. Так, крутить пластинки надо в обоих каналах или в каком-то, или в одном? Мы сейчас рассматриваем один канал. То есть на второй канал мы пока что не смотрим. Мы рассматриваем один канал. Одно плечо интерферометра. Давайте вот первое. Одно плечо интерферометра. Вот. Естественно, так как я хочу вот этот продолжительный во времени процесс смоделировать, у меня есть... Я не могу его смоделировать физически, поэтому выбираю конкретный момент времени T и для него, для этого конкретного времени T провожу серию измерений. При этом в канале я меняю положить поворот полуволновой пластинки. То есть если у меня состояние системы не меняется, у меня все пластинки, как четвертьволновые, так и полуволновые, должны быть выставлены на 0 градусов. Если я хочу поменять состояние, то я должна повернуть пластинку полуволновую на угол 45 градусов. Ну, чтобы, ну, если на входе было состояние H, чтобы получить состояние V, то есть осуществить поворот вокруг оси X. Вот. То есть я провожу для конкретного времени T серию из N-большой экспериментов, где я N1 раз ставлю полуволновую пластинку под углом 0 градусов, а N2 раз ставлю пластинку под углом 45 градусов. То есть таким образом я как бы моделирую вот эту вероятность P от T для конкретного момента времени. Саша, поясните еще раз, что такое время, о котором вы говорите, и как оно связано с физическим временем? Время, о котором я говорю в терминах вот этого определения, это время взаимодействия с квантовым каналом. Время взаимодействия системы с квантовым каналом. Называть этот параметр временем вообще как бы странно. Это не параметр времени, а это выбор статистики. Вот выбираю статистику 1 треть к 2 третям, или 1 вторая к 1 второй, но называть это временем – это совершенно условность. Это не время, которое где-то течет. Иван Владимирович, здесь как бы подразумевается два подхода к описанию эволюции в квантовой системе. Первый подход, он включает как раз таки временную эволюцию, которая записывается через уравнение Фон Неймана и любое другое уравнение. Второй подход – это так называемый подход матричных преобразований. То есть, например, эволюцию с помощью квантовых гейтов, нам не нужно для этого решать уравнение Фон Неймана. Если мы знаем, что они на входе, мы знаем, какой гейт мы применяем, там мы знаем, что они на выходе. И фактически в эксперименте они хотят с помощью этого верчения вращения смоделировать эволюцию, которая описывается с помощью времени. То есть, они знают конкретные преобразования, какие они должны быть согласно этому закону, и моделируют как раз так, чтобы у них получилась эволюция в каждый момент времени своя. И потом фактически набирают этот канал с помощью отдельных преобразований, с помощью отдельных экспериментов. То есть, таким образом моделируют этот сложный временной процесс, насколько я понимаю ситуацию. Возникает тогда исходный, первичный вопрос, что никакого отношения к задержкам внутри системы, которые мы сравниваем, сопоставляем с немарковостью. Немарковость – это эхо. Кто-то там отразилось и прилетело. А тут вот это Т, ну никакого механизма эхо в этой системе, то есть задержки на одном из путей нету. Поэтому это просто эволюция параметра дефузировки, релаксации. Но это же совсем не имеет отношения к марковости, но наивные смотрители. Это совершенно другой вопрос. Имеется система, в которой эволюционируют, ну вот от этого времени Т, параметры релаксации. Релаксация раньше сначала происходит незначительно, а потом она происходит значительно. То есть, это вот такой резервуар, который постепенно включается. Но к немарковости, в смысле наличия в системе эхо с временами там наносекунды или микросекунды, это никак не связано. Вот где здесь мостик к немарковости, вот это непонятно. Это исследование системы, в которой параметры, как кажется, марковской релаксации, у вас эхо нету, мне плавно меняется со временем, вот текут. Вот так это воспринимается пока. Это изучение другого какого-то процесса, процесса управления временами, ну, диффузировки, так скажем. Про который предполагается, что она вот меняется. Иван Вадимович, ну может быть их и радует то, что здесь нет немарковости, они поэтому и применяют всю эту модель и теорию. А если бы была немарковость, то они бы так описывать не смогли бы. То есть как раз вот это моделирование, по-моему, и построено на том, что в этой системе нету обратного действия. Да, какое-то имеет отношение к постановке исходной, что это изучение немарковости. Хотя немарковости здесь не видно. Я бы сказала, что это не изучение немарковости, а моделирование марковских процессов. С текущим во времени, с текущим во времени параметром диффузировки. Вот так скажем. То есть это, но тогда называть это временем, это чистая условность. Вот это т. Это параметры параметризации диффузировки, скорости диффузировки или вероятности диффузировки. Вот имеем случай с вероятной диффузировкой, имеем случай с менее вероятной диффузировкой. Их сопоставляем. А процесс, казалось бы, все равно марковский. И так этот. Первый канал нам дает процесс, а второй канал, это как раз и есть эхо. Мы его в момент времени добавляем к первому процессу, который есть в каналах. Я думаю, что вот это и есть моделирование, по всей видимости, эхо. Именно второй канал. По первому каналу ничего нету, а вот второй канал с какой-то задержкой, он же другой процесс дает. Мы смотрим на лямбду 2, который вверху написан, нет две строчки. И это что-то другое. Другой поворот же, у нас в первом канале идет поворот на 45 градусов, во втором канале у нас идет поворот Y, я сейчас не помню, насколько идет поворот этот. А потом мы это соединяем с какой-то вероятностью. То есть вот я думаю, что представьте себе на минутку, что у нас немарка состоит в том, что у нас есть возможность одного и двого поворота. И вот второй поворот, он в качестве эха приходит в тот момент, когда мы регистрируем первый поворот. Ну, наверное, вот надо думать, это вот таким образом происходит моделирование. То есть, по крайней мере, вот так можно это все интерпретировать. Поскольку в схеме задействован интерферометр, вся эта схема сложная является интерферометром, ну вот центральный узел. Интерферометр же работает как интерферометр. Только при строгом согласовании во времени вот этих импульсов. Если импульсы развести во времени, по верхнему и нижнему пути, они не будут интерферировать. Это уже не интерферометр. Мне кажется, этим рассуждением вот ведение эффектов задержки просто исключается. Нет, ну задержка в каком смысле? Все правильно вы говорите. Но включение второго канала как раз нам позволяет моделировать, значит, модеслит одновременно. То есть, что значит немаркость означает? Что прошлое воздействует на наш результат. Да. Да, на самом деле. То есть, какие-то процессы в прошлом, в качестве, вот можно, как и это говорить, они, значит, в момент регистрации необходимого нам результата воздействуют на то, что происходит в настоящий момент времени. Ну вот тут второй канал, по-моему, как раз моделирует это воздействие. Да, он обязательно интерферометр. Но это есть способ моделирования, на самом деле. Второй канал это есть, это есть просто, значит, добавление эха в результаты зрителей. И вот это эхо моделируется вторым каналом. Коля, но это не прошлое, потому что оно должно приходить строго одновременно, иначе... Нет, оно приходит одновременно. В марте, в сестре, есть, что у нас прошлое друг каким-то образом влияет на то, что мы в настоящий момент времени измеряем. Значит, измеряем. Вот второй канал, это то, что происходит в прошлом. Ну, второй канал, это не прошлое, это текущее. Это моделирование, это моделирование прошлого. В этом передел. Ну, вот непонятно, прошлое-то все. Ну, вот я... Нет, ну... Я не вижу здесь... Ну, мы... Ну, немаркетность подразумевает, если мы умеем описывать немаркетские процессы, это подразумевает, ну, теоретически так сказано. Это подразумевает, что мы можем, значит, определить, и что будет в качестве эхо приходить к нам в момент успеха времени. Правильно? Немаркетность. Это и есть. Вот... Извините, коллеги, можно небольшой комментарий? Ну, вот на первом канале мы видим там три фазовые пластинки. Четверть волновая, полую и четверть волновая. А во втором канале они расположены в другой последовательности. Две четверть, а потом полуволновая. Понятно, что две четверть волновых – это фактически одна полуволновая. Но именно так как воздействие, точнее, изменение состояния системы происходит именно на полуволновых пластинках, то четверть фактически, она просто... Две четверть волновые, они как будто бы нейтрализуют вот эту фазовую задержку во втором канале. То есть, по факту, наличие четверть волновых двух, оно... Вот нейтрализация и для первого, и для второго канала нейтрализация полуволновых пластинок фазовой задержки. Тогда мы видим, что полуволновые пластинки расположены во времени их, точнее, их действия, расположены в первом канале раньше, чем во втором. Ну и вот, получается, сдвиг по времени действия полуволновых пластинок присутствует. Ну, по-моему, вот и все. Ну, тем не менее, для меня тоже неясна связь с марковостью, потому что, да, мы видим процесс, который влияет одновременно или не влияет на первый канал, но все-таки... Почему я по недалению именно марковостью и не марковостью ней не нужен? Ну, давайте послушаем Саху, потому что я вижу, что у нее еще полдоклада впереди, а время очень-очень быстро идет. Ну, у меня там полдоклада в картинках осталось. Давайте, Саша, чтобы дойти до контакта. Я просто, я, видимо, сама уже запуталась в процессе рассуждений, какие слова сейчас правильные надо сказать, чтобы всем все стало понятно. Если я скажу такие слова, вот эти вот два преобразования для каждого из клантовых каналов, некоторые теоретические преобразования, то, что мы хотим смоделировать. Вот это преобразование в рамочке внизу, это сумма тех двух преобразований, которые мы называем марковские, которые мы моделируем. И вот эта вот сумма в теории, она будет не марковской. Сами вот такие преобразования осуществить физически, ну, если мы забудем сейчас про схему, сами вот эти вот преобразования, какие-то продолжительные во времени, мы их осуществить, наверное, технически на данный момент не можем. Для этого мы собрали схему, которую я описывала, схему, которая моделирует поведение системы в клантовых каналах. Моделирует она вот такими поворотами пластинок. Вот это вот течение времени и изменение вероятности в процессе в нашей схеме мы моделируем, ну, как бы, как-то правильно выразиться, вот этим числом поворотов пластинок. То есть мы многократно посылаем некоторое состояние Росноликом на вход. Это состояние многократно проходит нашу систему. Многократно мы поворачиваем пластинки в каналах определенным образом. и многократно измеряем систему на выходе. По результатам измерения в эксперименте мы можем восстановить хи-матрицу. Но что же... Тут еще вопрос возникает. У нас одна и та же вера это стоит внизу. Что это означает? Мы одновременно поворачиваем пластинки, скажем, внизу и вверх, или мы можем все же их поворачивать независимо друг от друга. Ну, то есть, когда нам надо вводить не только N1, но и N1 в первом канале и N1 во втором канале. Да, а потом... Ну, как бы крутить N1? То есть, одновременно или все же разные времени? Ну, вы понимаете, чтобы их число было одинаково в результате. Хотя они в разных экспериментах будут стоять по разному ориентирую. Скажем так, да. Крутить мы их можем произвольным образом, но нам важно, чтобы количество поворотов в определенное положение было равно вот этому N1. Так, могу продолжить. Можно сказать, я просто на этот раз скажу. Ну, вот измеряем систему. Мы не измеряем систему, измеряем физическую величину, получают число. Записывают это число. Так, не лучше ли так подготовить какой-то сложный материал, чтобы взять один измер, и в первый раз совсем точно, и по возможности просто. Но в самом деле, одним образом, какими-то обобщениями, над измеряемыми системами. Что происходит в лаборатории? Вот вы говорите, поворачиваем снова, снова это будет новый пакет световых волн, электромагнитного поля. Утек потону, как вам можно. Но лучше этого не говорить. Александр Сергеевич, вас, к сожалению, очень плохо слышно. И я только скажу, что Саша ведь рассказывает не свою работу, а работу других ученых. поэтому она вынуждена пользоваться тем аппаратом, который использует... Это я понимаю. Возможно, не отменяет. Наверное, было бы логичнее так рассматривать. В ближайшие 10 минут рассматривается, какая задача, что происходит, какие величины, какие результаты. Ну, вот предельно конкретно один случай, что конкретное, совсем, совершенно можно фантастическое. Фантастическое. Но, с теоретической точки зрения, совершенно определенное. В саданных понятиях по отношению к величинам побежащих людей. Сечением величинам подробно побежащих, может быть, секунды или секунды. Саша, у вас осталось очень мало времени на то, что-нибудь нам рассказать. Извините, а можно вопрос? А вот, может быть, просто фазовая задержка, как бы, которую мы вносим, характеризовать вот эту вот задержку во времени? Нам же, по сути, в интерферометре нужна фазовая задержка. И мы здесь с помощью пластинок можем ее ввести. Можно ли считать это анимарковским процессом? Конечно, фазовая задержка на долю длины волны, это, как бы, эквивалентность задержки во времени. Ну, вот, это вопрос, вокруг которого мы скрутимся. Потому что, с другой стороны, задержка на оптический период, но явно не имеет отношения к немарковости, ну, как мы привыкли. Марковская релаксация, немарковская. Ясности нет. Иван Владимирович, ну, может быть, вопрос в том, что Саша в самом начале дала два определения марковости, и вот она хочет рассматривать немарковость с точки зрения другого определения, не того, к которому мы привыкли в классике. Ну, нужно ли нам в результате этого доклада, тогда получается, что, как бы, об одной сущности, марковость, не марковость, можно рассуждать совершенно несвязанным образом. Да, наверное, так. Ну, как-то хотелось бы этого измешать. Ну, именно, для этого была первая половина доклада, которую Саша делала, как введение. Саша, пожалуйста, что-нибудь расскажите. Меньше 20 минут. 15 минут у вас осталось? Да, я понимаю, что осталось 15 минут. Ну, скажем так, отвлекает дрель. Замечательно. Мы можем рассматривать, продолжать рассматривать систему теоретически, можем и зная результаты измерений на выходе. Вот используя то, как мы описываем канал в теории, мы можем восстановить матрицу ЧОЯ следующим образом. Будем воспринимать эту матрицу как некоторое определение, и это матрица нам полностью описывает поведение нашей системы. Так, да, должен переключиться слайд. Из результатов измерения, которое мы получили в эксперименте, мы можем восстановить только хи матрицу, которая описывает нам произошедший процесс. и вроде как в одном случае мы получаем матрицу ЧОЯ, а в другом случае получаем хи-матрицу, но эти две матрицы мы знаем связь между ними, то есть ну, как бы можно воспринимать ее как то есть по экспериментальным данным мы можем восстановить матрицу ЧОЯ, а по матрице ЧОЯ мы можем ну, не знаю, насколько правильно тоже восстановить экспериментальные данные, насколько правильно это будет сказать. возможно у кого-то возникли вопросы по поводу таких введенных обозначений P, N, если V от Х матрица ЧОЯ это у нас матрица и матрица 4 на 4, если P, N это матрицы Паули, они у нас 2 на 2, почему я их записываю это я записываю потому, что из матриц Паули мы как бы таким действием мы сопоставляем вектор, то есть берем первый столбец матрицы Паули, берем второй столбец матрицы Паули, второй столбец записываем под первый, получаем вектор, в котором действуем на состояние матрицы ЧОЯ и таким образом восстанавливаем, ну, например, хим-матрицу. То есть у нас так как мы в теории для нашего преобразования можем записать матрицу ЧОЯ, по этой матрице ЧОЯ мы можем восстановить хим-матрицу, теоретическую, идеальную хим-матрицу. И хим-матрицу мы получаем из экспериментальных данных. Мы сравниваем результаты эксперимента и теории, считая фиделити для каждого из каналов в отдельности и канала, который описывает нам полностью нашу систему. И видим, что то, что мы хотели получить в теории, мы с достаточно хорошей точностью мы получаем и в эксперименте. затем по экспериментальным данным, по экспериментальной хим-матрице мы можем восстановить матрицу ЧОЯ. она связана непосредственно с нашим динамическим преобразованием лямбда, которое мы моделировали. И если вот это преобразование является вполне положительным сохраняющим след, и мы его можем факторизовать, то матрица ЧОЯ в данном случае у нас также должна быть положительной. Если матрица положительна, это значит, что все собственные значения у нее должны быть также положительными. То есть минимальное собственное значение, которое мы можем получить для марковского процесса, описывая вот такой матрицей, они должны быть нули. Перейдем к вот этим вот графиком справа. Здесь пунктирные прямые как бы отображают вот эти вот минимальные собственные значения, которые мы хотим получать для каждого из моментов времени. Красным для марковских каналов, собственное значение отмечено зеленым, для не марковских. в теории для марковских каналов, собственное значение нули, для не марковского должны укладываться на такую вот зеленую кривую. Но что мы видим в реальном эксперименте? В реальном эксперименте мы видим, что процессы, которые мы смоделировали, даже если мы подразумевали, что они должны быть марковские, они все равно у нас не марковские получились, так как собственное значение, минимальное собственное значение, полученное в эксперименте, оказались отрицательными. Такую зависимость мы наблюдаем для всех рассмотренных интервалов времени, то есть оказалось, что на самом деле не для одного из рассмотренных процессов мы не можем записать того разложения, которое я записывала самым первым. То есть вот эта вполне положительная делимость для этих процессов не выполняется. Но, тем не менее, видно, что для тех процессов, которые мы подразумеваем подмарковскими изначально, что для них минимальное собственное значение все же несколько больше, чем для результирующего не марковского процесса. То есть авторы статьи говорят о том, что, в принципе, по минимальным собственным значениям мы можем судить о степени не марковости процессов, и процесс результирующий, он как бы более не марковский, чем те процессы, которые мы смоделировали изначально, которые описывают как бы только часть системы. с таки, можно спросить, если бы вы работали в непрерывных переменах, я бы понимала источник этой немарковости, потому что понятно, что если мы закрываем один канал, то там все равно будет вакуум, и соответственно будет какое-то влияние этого канала в интерпирометре на поведение второго канала. Но поскольку вы работаете в дискретных переменах, то такого влияния вроде как быть не должно, потому что там нету вспомогательных каких-то фотонов. Нет вспомогательных фотонов, но я подразумеваю, что это с процессами измерения связано с набором статистики, с какой-то технической все-таки ошибкой, наверное. Ну, пока не очень понятно. Это так называемый спам-шоу, то есть это технические шумы, которые возникают действительно при тестировании вот этих вот всех процессов. То есть это вот идёт в красные точки, скорее всего они соответствуют этому шуму. И если мы аккуратно перенормируем этот уровень, то немарковский процесс, он также будет положиться на кривую. Скорее всего как-то так. Наверное, как-то я темно вышла, да. Если тут вопросов нет, хотелось бы рассказать, если я, конечно, успеваю. Саша, у вас пять минут не больше, поэтому если вообще, коллеги, есть вопросы по предыдущей части, может быть, не начинать новую. Есть ли вопросы по предыдущей части, я сразу спрашиваю. Вопросов так много, что непонятно, что спросить. Есть уточняющий вопрос. О какой работе шла речь на слайде пять? На слайде пять о какой работе шла речь? Мне придётся вернуться на титульный слайд. Речь шла о вот этой вот первой работе 20-го года. Спасибо. Да, вот я обещала моделирование на квантовом компьютере IBM, но до него мы не дойдём. Но сразу скажу честно, там у них получилось не намного лучше, чем то, что получилось для вот такой вот оптической установки. Ну, хотя бы просто результаты нам скажите в двух словах, выводы, результаты. Результаты в том, что если мы комбинируем два марковских процесса, получая при этом не марковский процесс, то сейчас, если мы комбинируем два марковских процесса, мы получаем в итоге, что вся система целиком ведёт себя не марковским образом. А вот то, до чего я не нашла, если мы отдельные части системы описываем не марковским образом, то при их сложении в конечном результате может получиться так, что система у нас будет себя вести марковским образом. Извините, ну вот если рассуждать в терминах фазовой задержки, то это кажется довольно очевидным, что можно такую фазовую задержку подобрать, что компенсировать её в разных каналах или наоборот создать. И эхо – это тоже фазовая задержка. Ну, может же так быть? И это вообще об этом или нет? Я боюсь, что я уже сама запуталась, поэтому, Настя, я не смогу ответить, наверное, сейчас на твой вопрос. Там, типа, фазовые пластинки, они выбраны в разных последовательностях, поэтому, в общем-то, в терминах фазовых задержках, это не те же пластинки, просто выбраны в разных последовательностях, поэтому здесь про фазовые задержки, мне кажется, не совсем корректно говорить. Но это моё мнение. Саша, а как моделировалась немарковость в отдельных каналах? Моделировалась с помощью, опять же, таких вот квантовых каналов, но теперь у нас вероятность в каждом из каналов, которые мы моделируем, она разная. И вот эти вот вероятности, они специально подбирались так, чтобы при суммировании квантовых каналов мы получили поведение канала марковской для того, чтобы она совпадала с рассмотренным перед этим случаем, чтобы в марковском случае вероятность была вот такой. Не очень понятно, почему это и есть моделирование процесса, то есть, понимаете, там, если ещё как-то можно согласиться, что мы брали два марковских канала, которые не чувствуют друг друга, а получили каналы, чувствующие друг друга, то здесь мы заранее закладываем, что это каналы связанные, хотя это не пишем, но закладываем вероятностями. И, конечно, результат, который мы получаем, мы просто получаем, потому что мы это заложили в модель. Ну, вот я говорю, тут во многом это всё из-за терминологии, наверное, возникает, из-за того, что они пользуются, ну, скажем так, другим понятным им определением марковости-немарковости. И мы это понимаем по-другому, и вот из-за этого, наверное, многие несостыковки в докладе. Ну, вот в квантовом случае, как определять марковость и немарковость, где действительно очень много работ на эту тему, и все друг с другом очень сильно не соглашаются, а какой-то один критерий ещё не предложили, который бы всех устроил. Саша, спасибо, что вы посвятили нас в эту дискуссию. Коллеги, ещё какие-нибудь короткие вопросы Саши, нам не больше, чем на пару минут вместе с ответом. Нету таких вопросов. Я просто думаю, что нам надо тогда завершить, потому что мы не разберём подробно эту вторую часть. Вот. Но, тем не менее, мы, по крайней мере, поняли проблематику, и это уже само по себе для нас некий вопрос, который интересно для себя разобрать. Спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо, Саша. Всего доброго всем участникам. Всего доброго. До свидания. Саша.